Доктор Дядя Миша Литературное чтение Летописи Здравствуйте, друзья! Алтай Голос Меня зовут Михаил Гаврилович Мою собаку Алтай А наших соседей, которые вот-вот уже к нам придут Вера и Фома Вера учится в четвертом классе А ее старший брат Фома помогает ей с учебой Открываю! Алтай! Дядя Миша, здравствуйте! Привет, Верочка, Фома Проходите Добрый день, доктор С нетерпением жду ваших новостей Да вроде ничего особенного не случилось Ты прямо как ваш Эдик Литописец Он тоже писал, что ничего не случилось Это кто? Фома, ты эту историю Михаилу Гавриловичу не рассказывал? Да ну история старая, прошлогодняя А по-моему, даже очень интересная У Фомы в классе... Нет уж, давай тогда я сам Мы в начале прошлого учебного года придумали проект Вести летопись класса Замечательная идея И поручили это Эдику Вера Ну да, поручили Эдику Дали ему тетрадь в кожаной обложке Летопись восьмого Б Он всю осень ее вел И вот мы на классном часе решили прочитать, что он там написал И как? Интересно? Ага, очень Сентябрь Начался учебный год Октябрь Поздравили педагогов с Днем Учителя Так, а дальше? Все Как все? Нет, была же еще одна запись Ноябрь Ничего особенного не случилось Хм... Неужели действительно выдался такой скучный месяц? Хе-хе, я бы не сказал Мы тогда и на экскурсию ездили И в школьном КВЭ не участвовали Было о чем написать Ясно И чем же в итоге закончилась история с вашей классной летописью? А ничем Мы эту тетрадь отложили до лучших времен Пока сами не разберемся как надо Что ж Возможно, Эдуард у вас летописец в старых традициях Записывал только то, что считал важным Но ведь летопись должно быть интересно читать Да, и в старину, наверное, так и было Ну, бывало по-разному Древние летописцы не заботились о том, чтобы их записи были интересными Задача была фиксировать происходящее Кстати, у них тоже встречались заметки, как у вашего Эдика Какие? Ну, допустим, в лето 6752-го небысть ничтоже То есть в таком-то году ничего примечательного не было Я не очень поняла Верочка, а ты вообще знаешь, что такое летопись? Конечно Это как дневник Только не одного человека, а целого народа Все народы записывали в древности все, что у них происходило Так? Ну, не совсем Во-первых, записывали не все, а только самое главное, важное А во-вторых, летописи были не у всех народов А у каких не было? У тех, которые не имели письменности Лишь когда она появлялась, люди и начинали фиксировать свою историю Знаю, и мы, ну, то есть славяне, стали фиксировать, когда им, нам, письменность Кирилла Мефодий принесли А первые летописцы на Руси появились вообще в монастырях Совершенно верно Святые Кирилл и Мефодий перевели на славянский язык Три богослужебные книги священного писания Евангелие, апостол и псалтирь Части Библии Да Между прочим, некоторые книги в Библии тоже летописи Как это? Так называемые исторические книги в Библии Это летопись жизни еврейского народа Очень древняя Вот это да! Во многих странах первые летописи начинали вести именно монахи И находили древние рукописи чаще всего в монастырях На Руси это ипатьевская летопись, лаврентьевская, новгородская, псковская, софийская И повесть временных лет Она в Киево-Печерском монастыре хранилась И написал ее монах Нестор летописец, святой, мы проходили Такой старец с бородой Сидел в келье со свечкой и пером писал И при княжеском дворе тоже сидел Но не всегда в кельях и при князьях летописцы сидели Они и в походы ходили, и в осадах городов участвовали И сами наблюдали события, о которых писали Это уже получаются репортажи Значит, летописцы были еще и журналистами В какой-то мере Только то, о чем пишет журналист, читают тысячи его современников А записи летописца могут пролежать в монастырской библиотеке столетия Прежде чем дождутся своего читателя А еще журналист может написать Вот это событие мне нравится, а то вообще не нравится А летописец? Летописцам такое было писать нельзя Это князь хороший, а тот плохой Почему же? Летописцы тоже иногда высказывали свое мнение и писали довольно свободно Хотя, конечно, старались сохранить документальность и объективность Вот, документальность В таком-то году князь такой-то пошел войной на город такой-то Дружина у него была такая-то Эти победили, эти сдались Все Ну, примерно так Летописцы еще и первые историки А летописи исторические документы На них ссылались, опирались, как на источники А почему их называли летописи? Потому что они описывали события за долгий период Записи часто начинались со слов В лето такое-то, то есть в такой-то год Кстати, о годе Дядя Миша, вы какой-то год назвали непонятный Как в фантастическом романе про будущее Да, когда говорили про год, в который ничего не случилось Вера, так это по старому исчислению От сотворения мира Фома прав 6752 год от сотворения мира Это в более привычном для нас летоисчислении 1244 год от Рождества Христова 13 век 800 лет назад Ясно А я родилась в каком веке? В 21-м, как и я А я в 20-м А Алтай, интересно, в каком? Вот это и для меня тайна А про что в летописях писали? Ну, кроме кто на кого напал и кто кого победил И рождение княжеских детей описывали И о том, за кого княжон замуж отдавали Иногда к записям прикладывались документы Указы, письма, завещания Дядя Миша, а вы сами какую-нибудь летопись видели? И видел, и читал в музеях Летописей множество Например, есть казацкие летописи Летописи молдавского княжества Я читал летопись города Великого Устюга Ух ты! И про что там? Про Деда Мороза, что ли? Нет Там, например, про городские пожары Деревянный город несколько раз выгорал почти полностью И в летописях описывается, сколько сгорело домов, храмов, в каком году Когда их заново отстроили Ого! А еще? Еще этот город часто страдал от паводков Реки разливались, наводнения были Вот не везло устюжанам Ну, когда им везло Когда жизнь текла своим чередом И все было тихо, мирно и гладко Про это летописец не считал нужным писать Это само собой разумелось А вот когда начинались междуусобицы Что ж тут начиналось? Понимаешь, Верочка Стоящий на пересечении торговых путей Великий Устюг Очень много воевал Причем с разными племенами и народами Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый века Очень интересно Новгородцы нападали на Устюжан Те на новгородцев Потом они объединялись и шли на Двинян Откупались от них И разом единой ратью выступали на Галичан Те на Ветчан Ветчане опять на новгородцев Впрочем, и о мирной жизни летописи писали О торговле, о праздниках И так во многих городах Вот, например, как писали о строительстве В четырнадцатом веке Московского Кремля Как интересно звучит! По старинному Алтайчик, а можно еще какую-нибудь летопись послушать? Только переведи, пожалуйста, на современный язык В лето 6415-е пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве Взял же он с собой множество варягов и славян И чудей, и кривичей, и мерю, и древлян, и родимичей, и полян И северян, и вятичей, и хорватов Всех их называют греки «великая скифь» И с этими со всеми пошел Олег на конях и на кораблях И было кораблей числом две тысячи И пришел к царь Граду И вышел Олег на берег И начал воевать Как же это? Воевать начал? Вот видишь, Вера Мог бы Нестор написать, что наши пришли дружить с греками А он написал так, как было на самом деле Напал князь Олег с войском, значит, напал Меня другое удивило Что же? Число кораблей две тысячи Это же очень много Да, и сейчас немало А для десятого века это огромное количество Ну что, дальше слушаем? Да, да! И повелел Олег своим воинам Сделать колеса и поставить на них корабли И так как был попутный ветер с поля То подняли они паруса и пошли к городу Греки же, увидев это, испугались и сказали Отправив послов к Олегу Не губи города Дадим тебе дани, какой захочешь И остановил Олег воинов И вынесли ему греки яство и вино Но не принял Олег вина, ибо было оно отравлено Испугались греки и сказали Это не Олег, но святой Димитрий, посланный на нас от Бога А вот это, конечно, слушается как сказка Или как тот самый фантастический рассказ Корабли на колесах Кажется, что Нестор это сам придумал Ну вот нет, Верочка Доказано, что Олег мог так сделать Кем доказано? Кем? Историками, археологами, инженерами Историками, языковедами, географами Ого! Что это, все правда? И эти ученые летописи читают? Конечно И все подробности, например, название городов Чернигов, Полоцк, Ростов, Любич Или название племен вначале Все доказывает подлинность и правдивость летописи Дядя Миша, а чем закончилась история с кораблями? Ну там много всего произошло И с Олегом, и с греками И пришел Олег в Киев Неся золото, и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорчье И народ прозвал Олега вещем Так это про вещего Олега, которого змея укусила Про него же Пушкин писал И примешь ты смерть от коня своего Ой, Фома, я хочу летописи почитать Ты мне поможешь, если я что-нибудь не пойму? Ну, постараюсь Я сам тоже не все сразу понимаю Вот что такое узорчье, например, или паволоки? Узорчье – это ценные вещи Узорчатые ткани, драгоценности, украшения Паволоки – шелковые или хлопчатобумажные дорогие ткани А кто такие Радимичи, Хорваты, Меря? Радимичи? Стойте, стойте, доктор, я сам То есть мы сами с Верой разберемся А еще другие летописи почитаем, может быть Тогда уж и былины – древние эпические песни О них мы еще отдельно поговорим Там тоже много старинных интересных слов А уж событий… Да, и былины Фома, а нет ли у тебя желания самому взяться за составление летописи своего класса? Взять ту самую толстую тетрадь и… У меня? Да ну что вы, доктор, какой я летописец А ты подумай Может быть, получится не быть многословным Не погружаться в незначительные мелочи И в то же время не упускать главные, интересные, значимые события И все записывать, как Нестор Хм, ну я подумаю, конечно, но… Не торопись с ответом Ладно, постараюсь А сейчас нам пора уже До свидания, Михаил Гаврилович Пока, Алтайща До свидания Счастливо, ребята До новых встреч Неси, Алтай, ошейник свой чудесный Вновь доктор дядя Миша ждет гостей Нам предстоит немало путешествий Вопросов, разговоров, новостей За столом, друзья, мне тесно Разговор идет живой Будет в школе интересно Вместе с Верой и Фомой До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания Счастливо ...